Шестой год автобус службы «Милосердие» патрулирует улицы Москвы. С наступлением зимних холодов, когда у бездомных вырастает угроза смерти от преохлаждения, в графике движения автобуса появляются и ночные рейсы. В один из них отправился наш корреспондент Михаил Карелин. Когда горожане спешат домой, в гости или в кино, они отправляются к тем, у кого нет дома, кому некуда пойти. Диакон, бригадир, врач, медсестра и санитар объезжают окрестности московских вокзалов и ищут тех, кто нуждается в тепле и медицинской помощи. Всем мы помощь оказать не можем. Поэтому мы оказываем помощь определенному контингенту, который положен нам по инструкции. То бишь, все люди старше 60 лет, мы оказываем помощь, если они заявляют, что нужна эта помощь, это раз. Второе, всем больным, разумеется, соответствующее заболевание, вот, тоже стараемся оказать помощь. И лежачим, соответственно, ну лежачим не только больным, иногда, конечно, пьяным. Потому что сегодня он пьяный, лежит, а завтра это отец семейства, уважаемый человек. Причем оказывают помощь всем, независимо от национальности, вероисповедания, гражданства и тому подобное. Мне таблетки, мне коленки перевязывали, я падаю, у меня ноги больные. Мне мази, все дают. Кушать дают. Баню водят, самое главное. Мне просто очень повезло. Я квартиру нашла, нашла работу, все. Санитар и помощник находят людей, которым угрожает переохлаждение, и приводят их в автобус. Основной контингент бездомные. Но помогают и домашним людям, оказавшимся в экстремальной ситуации. Здесь врач определяет состояние здоровья подопечного, кто-то нуждается в срочной госпитализации. Остальные же, их за ночь не менее 30, будут напоены чаем, накормлены и согреты теплом человеческой заботы и автобусной печки. Хорошо отношусь к этим людям, которые нам дают всего хорошего. С некоторыми нашими подопечными, которые, сказать, я не знаю, они поначалу уже вызывали ужас. Ужас, вот. И на самом деле я не вижу перспективы их, ресоциализации, не вижу. Но вот есть такое, вот есть действительно то, что любовь, что называется любовь. Ранним утром автобус «Милосердие» придет на конечную точку маршрута – здравпункт при седьмой поликлинике. Единственное лечебное учреждение в Москве и России по работе с бездомными. Здесь после санобработки и бани нуждающиеся получат свежую одежду, иные же будут направлены на лечение в стационар. Отсюда волонтеры «Милосердие» начнут ходить с подопечными по различным инстанциям. Помогут восстановить документы, найти родственников и работу. Начинается возвращение их в общество. Продолжение следует...